ты думаешь америка это рай ты думаешь только в америке найдешь себя высокие зарплаты забота о тебе образование работа высокие пенсии забота государства все для тебя но так ли это на самом деле вот и новый день наступил проехал я вчера 741 километр старался я честно говоря очень уставший был ехал уже последние не знаю наверно час я настолько боролся со сном что аж страшно мне стало потому что терял уже контроль ну вот но и прыгал и пел свою любимую песню черный ворон в общем доехал я до города чемберлейн соскочевания заправился вчера но это я вам уже не снимал теперь давайте я вам я покажу вернее хотел покажу где ночевал вот такой вот такая вот стоянка какая-то железная дорога рядом но честно никто ночью не проезжал наверно это отстойник какой-то вот так вот дорога такая раздолбанная вывеска тут что-то магазин какое-то там пиво кулерс хрена узнает draft рискали картинки какие-то рисунки в общем посреди непонятно чего такой вот городок чемберлейн звучит конечно так красиво где ты живешь я жил в канаде соскачиваем город чемберлейн а на самом деле вот так вот вот это какая-то забегаловка динер обеды конвененс в общем ладно ребят давайте я буду ехать такая дорога здесь непонятно что здесь интересного снимать дай бог что было нормальная погода мне надо сегодня проехать минимум 1200 поменял вот эту вот пробку это клапан давления я здесь просто вижу вы какие были капли антифриза места я не нашел капель мало но доливал я гораздо больше чем этих капель ну не знаю я поменял эту пробку у меня есть еще несколько штук кое-какие стали я с собой вожу с этой стороны вроде бы все сухо посмотрим посмотрим решит ли эта проблема закрываемся едем дальше пока я еду я решил рассказать вам одну интересную даже наверно паути поучительную историю разговаривал я вчера со своим знакомым а он так же как и я работает на ту же компанию с которой я сейчас ушел этот мужик он не является гражданином канада он несколько лет назад приехал в канаду для того чтобы работать дальнобойщиком его компания пригласила по моему из россии это единственный случай что вот его взяли потому что у нас был раньше очень такой ну такой человечный хозяин в компании он эту компанию сейчас продал ситуация изменилась в общем все совершенно по-другому об этом я сейчас и буду рассказывать значит мужик приехал несколько лет поработал у него здесь нет ни ни квартиру не снимает не не машина не семью не привез он просто чисто на заработке а вот и после нескольких лет работы он решил тоже со мной интересовался спрашивал решил купить грузовик и стать он оператором вот как я владельцам грузовика для того чтобы зарабатывать чуть чуть побольше ну в общем до того как выросли цены на солярку в общем то его все устраивало да так же как и меня я работал и в принципе ну в общем ничего другого я не искал так вот вчера созвонились мы с ним он говорит богдан представляешь я сейчас посчитал свои доходы за там два три по которые я сделал я получил 970 долларов из этого 970 долларов ровно я потратил на солярку для того чтобы сделать эти трипы сделать эти поездки до 3p а это это до этих денег даже не хватило на оплату страховки этих денег даже не хватило на оплату номера не говорю я уже про расценки затраты на ремонт то есть он сказал я в компании сообщил что нет все я так работать больше не могу он им в ком он купил грузовик у компании до сих пор он им должен 14000 он говорит с такими с такими ценами на солярку я здесь вам буду 14 тысяч выплачивать вечно вечно говорит нет давайте ребята снимать номер снимайте страховку давайте поставим грузовик на ярде и давайте я поработаю водителям компании потому что так хотя бы расходов нет хотя бы хоть что-то там может там 4000 в месяц я заработаю вот и там за несколько месяцев ну ему там еще конечно надо питание вот но но за четыре месяца он бы выплатил на что они ему сказали что они должны подумать дать ему ответ может они на это пойдут может они на это не пойдут в общем какой-то замкнутый круг при этом при этом также как и я в свое время а он они вернее компания с него сняли уже девять чем-то тысяч дедактабл что такое дедактабл это в случае аварии у тебя есть личное участие то есть ну например что-то случилось ты там ударил кого-то поцарапал свой грузовик разбил грузовик перевернулся там какой-то забор снес в общем неважно любой ущерб первые 10000 расходов это снимается непосредственно с тебя все что уже превышает затраты 10000 это платит страховая компания первые 10000 это с тебя то есть если ущерба там на 9000 то это все с твоего кармана и потом себя начнут снова вычитать потихоньку деньги для того чтобы они могли накопить 10000 чтобы ты никуда не сбежал так вот они с него сняли уже 9 должен он за грузовик 14 если вы думаете что если он уйдет то они заберут эти 9000 и скажут ему только там заплатить 5 вы глубоко ошибаетесь также точно как я вот час я им абсолютно ничего не должен грузовик у меня свой выплаченный давно ну как давно наверное уже года два два с половиной назад выплаченный мне 9000 не вернули сказали что дорогой а вдруг у тебя была авария нам надо подождать 90 дней прежде чем мы вернем тебе эти деньги 90 дней то есть три месяца мне надо после того как я уволился ждать а вдруг кто-то на меня пожалуется что я там какой-то забором снес машину разбил предоставят доказательства этого в общем вот так вот поэтому 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 после подорожания солярки в тех компаниях которые платят помильно он оператором работать в общем-то стало абсолютно не выгодно после подорожания солярки компания о которой я вот говорю где работал я и где продолжает работать он они они берут гораздо больше денег за перевоз груза так скажем с пункта а в пункт б но тебе они платят по тому контракту который был заключен там несколько лет назад и по тем расценкам которые там прописаны поэтому если кто считает что есть какое-то справедливость здесь нет нет надо искать компании которые платят по по контрактам то есть это то что я сейчас нашел в принципе тоже я не могу сказать что супер бупер жирно но но это еще не в убыток себе понимаете поэтому пришлось перейти на эту работу гораздо больше надо работать то есть я теперь поездках по две недели это крайне тяжело две недели проехать потому что реально я привык то что я работаю 45 дней когда-то было 6 потом я начал работать там пять четыре дня я старался организовать свою работу таким образом чтобы проехать как можно ну сделать как можно больше километраж каждый день в общем за четыре дня я проезжал вполне такие приличные расстояния и уходил домой и расстояние я даже проезжал наверно больше чем я проезжаю здесь потому что я там проезжал по нормальной погоде по нормальному по нормальным дорогам которые вот как здесь сейчас две хотя бы полосы в одном направлении вот сейчас я возвращаюсь из-за эдмонтона и когда я проеду провинцию манитоба и въеду в антарио по антарио я буду ехать и вот так вот такая дорога которую сейчас вы видите она будет звук направления вот это штрих пунктирная будет разделять навстречу мне будут ехать машины грузовики машины вот поэтому зимой по таким дорогам сильно не погоняешь скоростной режим там будет 90 80 сильно не погоняешь поэтому здесь я вынужден работать дольше по времени а как бы даже проезжать я буду меньше смотрите за неделю у меня здесь 4000 километров я проезжаю раньше я проезжал даже где-то 5 он еще поддержку украины там флаги по вывешивали я проезжал даже 5 но только за эти 5000 километров мне платили гораздо меньше чем сейчас я получаю за 4 в общем вот такие вот нюансы вот такие вот нюансы я очень постараюсь перетащить этого парня к себе сюда компания чтобы человек мог хоть ну какое-то время я не знаю насколько долго эта работа у меня в компании будет еще выгодная но посмотрим по крайней мере пока еще выгодно я постараюсь его перетащить а вот другого своего знакомого который по тоже по-прежнему работает там же где я работал я отказался ему помогать потому что человек ну сначала у меня доставался с вакцинацией а теперь он меня начал доставать он такой страшный русофоб поэтому я решил и при этом человек живет вернее приехал родился и приехал из москвы страшнейший русофоб в общем я решил с ним никаких дел не иметь и не помогать ему поэтому русофобия стоит дорого ладно это на данный момент вся история в принципе я думаю этот свой ролик я закончу я не хочу делать длинные заедем там дальше я сделаю наверное может быть с свиннипега или просто с манитобы что-нибудь расскажу еще ролики будут короткие для того чтобы вы не уставали все всем пока а а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин